Всем доброго времени суток! Продолжаем делать обзоры на видео с Самвелом. Да, плохи дела у театра, если такой Кай их устраивает. Бороду в трусы можно заправлять, пузо нос закрывает, а ему все доверяют мальчиков играть. Видимо, некем заменить, иначе вот такое чудище лесное, ну не выпустили бы на сцену. Еще говорит, да там из зала не видно будет. Как не видно? Тогда зачем выходить вообще? Расставили бы кукол, дергали бы за веревочки, и все, окей, прокатило бы. Не видно. Ему бы играть вот в маленьком цветочке чудовище до того, как оно станет прекрасным принцем. Потом актера нужно будет заменить обязательно. А пока может играть. Или в красавицы и чудовище. Тоже чудовище запросто, без грима, в легкую сыграет. Выйдет, как покажет когти свои. Рыкнет, как он уже привык. И все. Роль, считай, сыграна. Я выставила в своем телеграм-канале фотографии, где вот он там показывал свои копыта. О, боже, это ужас. Вот зачем показывать вблизи? Вот издалека вроде бы не так заметно, но тут во всех мельчайших подробностях показал. Нафига нам? Вот этот их сифилис бытовой. Зачем он нам нужен? Да и в театр он, по идее, ходит, по большому счету, потому что бронь дают. Зачем ему этот театр? Для чего он ему нужен? Он уже прекрасно заработал и продолжает зарабатывать. Он может обойтись без него. Он только отнимает у него время от более приятных вещей. Усилия там надо прилагать. Прыгать, бегать, скакать, тратить свое время. А зачем? Он давно уже об этом поговаривает. Надо бросать, надо бросать, надо бросать. Бросай! Театр только спасибо скажет. Зрители только спасибо скажут. Едет в машине и возмущается, что пишут такие комментарии. Ой, униженные, оскорбленные. Но успокаивает себя. Пишите, пишите. Комменты это деньги, а деньги это его счастье. Ну что ж, счастья я как такового не вижу. Да, он и сам подтверждал, что а что вы хотели? Вы думаете, деньги дают счастье? А теперь, оказывается, это счастье в ступени, понимаешь? То у него все хорошо с выплатами с YouTube, и он не пострадал. То все плохо, и денег у него нет. Вот поэтому, видимо, и продаются, извините, ношенные трусы грязные. Потому что очень хорошо ему идут выплаты. Он ни в чем не нуждается. Но продают буквально до последней булавочки. Идет к сайгаку, кормить его. Лежит на полу некая субстанция, похожая на человека. Вы выпили или вам плохо стало? Севка задает вот этому существу вопрос. Оно не может понять, что от него хотят. Вот лежит оно, спит. Ему прекрасно и замечательно. Ему очень хорошо, Севка. Ему неплохо, ему прекрасно, ему так замечательно, как тебе никогда в жизни не было. У тебя ни одного дня такого не было замечательного, вот как он себя сейчас чувствует. Он, конечно же, не пил. Нет. Севка же сам рассказывал, что нет там пьющих. Нет. Поэтому он просто лежит, он просто отдыхает. А может, это вообще какой-то заслонный казачок. Севка, надо было проверить. Это, скорее всего, следит. Кто-то следит. Разведчик, лазутчик прикинулся вот так вот бревном. А ты мешаешь. Этот человек полежал, послушал, послушал, ничего не понял из того, что от него хотят. И попросту сказал Севке, заткнись ты. Понимаешь, как муха. Или как комар-пескон. Мешает человеку отдыхать, обиделся Севка. Не дали ему причинить добро. Не оценили. Это тебе, Севка, не котиков отлавливать и им помогать. Они могут поцарапать, они могут покусать, но все-таки вырваться у них шансов меньше. Этому человеку повезло, что он родился человеком. Кормит кота, говорит, вот я столько на него трачу, 39 гривен что ли стоит упаковка. И не пишите мне те, кого цепляет, что я кормлю кота, что это так дорого. Потому что мне плевать, как вы живете. Не надо описывать мне, что вы там голодные сидите, холодные, дети ваши с голоду пухнут. Его это не интересует. Он это говорил уже неоднократно. У него, наверное, мозоль на языке от того, что он постоянно повторяет одно и то же. И понеслось мат, перемат, всех под одну гребенку. В общем, я же говорю, и мамочки, и дети, и папочки, и старики, и больные, и голодные. Все подряд. Ему плевать. Ему все равно, кто там, что с людьми происходит. Люди в самом деле не замечают. Ведь он же прямо говорит, что ему на это наплевать. И все равно ему продолжают писать. На что расчет? Что он очухается, что вы до него достучитесь? Не достучитесь. Не достучитесь. Он не будет никого слушать. Ему все равно. Ему на самом деле все равно. Точно так же, как и его мамаше. По барабану. Послал всех далеко. И до свидания. Пошел к мамке. Пришел к мамке. Чем еще им там заниматься? Как две собачки. Аф-аф-аф-аф-аф-аф-аф-аф-аф-аф-аф-аф. Никто никого не слушает. Полаяли на зрителей. Погавкали. Выгавкались. И успокоились. Из-за чего сыр-бор? Из-за чего лаялись? Надя на операцию. Надя сделает операцию на коленях. Севка говорит, я этим заниматься не буду. Я дам номер Надиной карточки. И вы шлите ей деньги на операцию. Нормально. Ничего себе. Вот действительно наглость второе счастье. А первое, он видимо считает, что это он. Счастье. Она значит им торбы тащит. Сумки вот эти сиротские. Полные битком забитые. Троглодиты этими курами, свинями, утками. Она уже, извините, все недогарки уничтожила. Только для того, чтобы прокормить вот этих двух троглодитов. И он теперь хочет, чтобы зрители оплачивали ей операцию. А не дофига ли вы хотите? Она значит будет вам там прислуживать задарма. А вы, зрители, давайте. Давайте продолжайте ее там обихаживать. Нормальненько так. Плюс. Он еще на ней зарабатывает. Он ведь не хило на ней зарабатывает. Себя развлекает, как он говорит. Я Надю на колени вот это поставил. И Надя поржала, и я поржал. Мы так развлекались. Они развлекаются. Она их кормит. А платить должны, значит, зрители. Прекрасно. Марина, орет Севка, запрещала мне еще вот первую ей операцию погрыжи делать. А кто такая Марина, чтобы она Севке запрещала? С каких это пор он стал прислушиваться к тому, что говорят ему посторонние бабы? А, потому что это выгодно ему. Потому что его это устраивает. Марина сказала, и все. Если бы Марина сказала что-то против шерсти, как это и случилось, кстати, когда она наехала на мать, он тут же заткнул ей рот, что она посчитала благоразумным сбежать на кухню, потому что явно могла бы и огрести по полной. Поэтому иритировалась туда. ТВ-шка говорит. Надя же не хочет делать операцию. Она говорит, зачем? Севка. А мне сказала без камеры, что она готова. И были бы у нее деньги, она бы на это подписалась. Вот как мне назвать Надю хитрой? Еще говорит, не-не-не-не-не, я не хитра. Я не хитра на разуме хитра. Как же не хитрая, если хитрая? Ну как же не хитрая? Понимаете? Она уже готова. А почему в камеру прямо не сказать? Конечно, кто будет ее после этого уважать? Как к ней по-другому после этого относиться, после этих слов? Значит, за глаза она... Да-да-да, Севка. Были бы у меня 400 тысяч, я бы хоть сейчас легла бы. МРТ уже готова была делать. Давай, сегодня нельзя сделать? Севка говорит, так уезжаем сегодня? А что, там по месту сделать нельзя? Или в расчете на то, что Севка тут заплатит? Вот все больше и больше склоняюсь к той мысли, что она хочет, чтобы именно Севка за нее заплатил. Чтобы он это все ей помог сделать. А на камеру не-не-не, мне не надо.